Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Представимся, это редактор Любовь Черных. А это наш мастер по свету, Шеремета Иван Васильевич. Если что-то где-то не ладится с электричеством, зовут именно его. Это наш генерал, режиссер Маргарита Николаевна Самойлова. На съемочной площадке самый главный человек. А это Женя Уляшев. Его обязанность следить за исправностью камеры. Сынуль, ну пока. Кто-то звонит в дверь. Кто-то пришел в гости. Ну счастливо, все в порядке у меня, все в порядке. Ну пока. А вот и сам хозяин встречает нас. Ну вот, вроде все. Ой, нет, чуть не забыла. Еще один участник событий. Сергей Геро. Наш сегодняшний оператор. Как видите, молод и подает надежды. Говорят, что по тому, как обустроен дом, можно определить, кто в нем живет. Что же здесь? Множество книг. Причем именно книг, а не чтиво. Километры магнитофонной записи классической музыки, без которой не мыслят себе жизни обитатели этого дома. А еще музыкальные инструменты, пианино, гитары, количество которых назвать затрудняет. Плюс картины, примерно такая вот творческая обстановка. Вещей стандартных или случайных здесь попросту нет. И все же, всегда нужно увидеть что-то новое, на что раньше почему-то не обращал внимания. Виктор Иванович, вот у вас здесь кисточки. Зачем они у вас? Для интересов. Просто так или вы рисуете перешет? Любая, кисточками не рисует, так перешет. Ну я серьезно. Ну я серьезно. Вот это люка с цветами. Вот это даст. Столько лет мы в общем-то снимаем с вами, я даже не знала, что вы пишете кисточками. Да нет, все мазня на самом деле. Ну так интересно же. Все художники друзья, и надо же хоть раз с вами попробовать. Нет, ну у вас ведь профессия тоже такая, то, чем вы занимаетесь. Это ведь тоже сродни художеству. Просто так ведь, если взять камеру, ну вот возьму я, ну пусть небольшую, но маленькую камеру, это же не значит, что я стану оператором и начну снимать. Да это еще неизвестно, а кто это может решить? Ты возьмешь и можешь даже почувствовать, что вот она она. Вот она она. Никто же не знает, пока туда не посмотрит. А вот вообще, когда вы посмотрите в объектив, не в объектив, а вот в лазок камеры, и мир вот так вот смотрите, это разная картинка получается? Нет, картинка там надо, чтобы была хорошая, чтобы браку не было. А вот которая в очке, это мой мир, а это всех вас. Это мой. У каждого оператора есть какая-то силафофия того, что он снимает? Тайна чем-то, позвольте, не может себя назвать оператором. Чего он там пришел? Чего пришел-то вообще? А вот вы могли бы вот не снимать? Нет, сейчас уже нет. Сейчас уже нет, ну как это, все субъективы повязаны здесь, с фотографией, все это. Потрясающе. Это потрясающе. В общем-то ведь это тоже сродни художника профессия операторская. Ну, хотелось бы так думать. Желательно бы. Желательно, чтобы это было так. И говорят, например, про мастеров, про художников, да в общем-то про любого, наверное, мастера говорят. Вот он мастер от Бога. Я думаю, мы все от Бога. Для разного. Кто что выбрал, кому-то повезло, он свое нашел. Кому-то не повезло, он не нашел. Классический совершенно пример педагогика. Каждый родитель педагог. Откуда туда берутся люди? Не совсем. Вы нашли себя? Почему-то. Ну, как сказать. Ну, не жалуюсь. Не жалуюсь. Создательным живо в гармонии. Может быть, именно поэтому так ладится операторская работа. За столько лет чего только не было в биографии. Телевизионные театральные спектакли, демонстрации, концерты, а еще московские олимпийские игры. Мы могли бы, может быть, стать музыкантом. Может быть. Совершенно может быть. А что не может быть? Это совершенно отдельный вопрос. Потому что Чтобы стать музыкантом, нужно иметь поддержку. Понимаешь? Ходит у тебя девочка в школу музыкальную. И ты знаешь, что это такое. То струн нет, то смычка нет, инструмента нет. Ты не знаешь, откуда грести. Педагог хороший, плохой отношения какие-то сложные. На самом деле, все очень непросто. Потому что, во-первых, музыкант нужен. Вот там уже точно от Бога. Там уже Господь должен поместить. Потому что чудес там не бывает. Кроме всего прочего, это же Шино-лошадиный труд верблюжий. Но этот музыкант почему-то так, создатель, сделал, Что он не как верблюд выносливый, Верблюжье количко может питаться. А ему достаточно цивильные условия должны быть. Тогда это будет. Там искусство. Там искусство точно. А если не искусство, а что-то заходить. А чтобы это было искусство, то это... Дорого. А условий не было. Тогда вот в нашем этом. Все, ну, уходили самодеятельно. Все, да. Ой, как все здорово. Все это понятно. Но чтобы идти в профессию, Во-первых, это надо было тогда понять. Я только вот сейчас понял, когда ребенок. Протасил я его как-то. Но еще нельзя, как у него сюда будет спадываться. Потому что все дальше, Еще уже сейчас другой уровень поддержки нужно. Это очень серьезно. То есть получается, что вы вот свою, ну, может быть, мечту, возможность, Какое-то желание реализовываете сейчас через сына вот в этом направлении? Если бы вы не хотели этого... Ну, Бог его пометил, да, вот у него есть дар. Но вот вы являлись той поддержкой. Как мог. И это естественно. Потому что это понимали. И там многим спасибо в городе его поддерживали. И кто понимает. Были и другие. Потому что это на самом деле очень серьезно. А что он пошел, что как это? Это у нас с ним судьба одна теперь. Судьба гитара. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, чё, тут вопрос же такой уже, он забитый насквозь, перебитый вообще, и всё. Во-первых, ребёнка нужно, чтобы он был желанный. А если он нежеланный, тогда всё вот отсюда идёт. Что взялся, зачем, он начинает вот эти вот... Всё мы это знаем. Не мне об этом говорить, там педагоги голову ломают, что с этим делать вообще никто не знает, что с этим делать. А если ты его зачем-то делал, кстати, они же сюда не просятся. Мы же их вызываем к жизни, а вызвал к жизни-то как. Что бросать-то? С чем так делать? Тут вот такой вопрос, всё время говорят, пришёл домой, сколько там, мать, 15 минут с ребёнком бывает, кто-то 20 минут бывает с ребёнком, кто-то там час бывает. А это вот что-то. Все мы имеем детей, и сами были таковыми. И знаем, как по мамке плакали, по запаху ждёшь, когда мать идёт, уже знаешь, что мать подходит где-то там. Каждый запах знает своего родителя, всё равно всё, может быть, даже я. Всё равно так, это же так, на самом деле. И я вот лично этой точки зрения не придерживаюсь, что вот там пришёл, вот 20 минут занимался воспитанием. Ты его вызвал к жизни, живи с ним всё время. Он же тоже живёт с тобой, всё время. А если вы всё время не живёте, начинается проблема отцов и детей, и всё вот это вот отсюда лезет. Она может быть проблемой отцов и детей. Если те и другие вовремя не договорились, а вообще договор этот может быть какой? Он должен быть с детства. Ну как? С зачатия. Вы иногда такие, знаете, шпильки по поводу женщин отпускаете. Такие остренькие. Если вот, например, у вас не с вами не общаться, можно, по-моему, даже обидеться или, знаете, быть шокированным, как вы иногда это чего-нибудь отпускаете. Ну да, всё это совсем другой вопрос. Что такое женщина тогда? Нет, я говорю, что вас обидели, что ли, женщины как-нибудь? Не помню. Нет. Нет, если это шпильки, это... Невозможно видеть, когда мама ребёнка лупит. В любой ситуации. И улица вся останавливается. Это иногда бывает, когда она тащит этого ребёнка вообще как-то зашиворот, я вообще там не знаю за что. Чё, мои? Какие тут шпильки? Какие шпильки могут быть? Вся улица встает и смотрит. Сейчас чего у всех там скребятся? Виктор Иванович, а почему тогда вот у вас нет жены? Почему вы живёте один? Ну, что значит, нет жены? Что значит, жена? Ну, в доме хозяйки нет. Что значит, в доме хозяйка? Ну, я не знаю, кто моет, стирает, кастрюлю по местам. Ну, что же, Леваня, чё, опять же, это проблема, что мужик в доме ничего не делает, а бедная советская женщина вообще там с туисками, с овощками таскает. Ну, ну, вы как-то... Не думаю я, что это суть в этом. Ну, во-первых, я считаю, что в этом плане мне чудовищно повезло. Я знаю, что такое любовь. И в придём, что не кажем в этом, как сказать, господь откинул. А во-вторых, отбросив все вот эти вот стандарты, что почему-то обязательно кто-то должен быть рядом, кто-то должен быть... Всё, я не убеждён, что да, пока там молодой, там уже, когда спать невозможно, пока рядом ничего тёплого нет. Ну, становится когда-то что-то другое главное. И разъехавшись... Понимаешь, это... Всё нормально. В принципе-то это... Не знаю, откуда это пошло. Это что, ну, золотая свадьба, там серебряная, ещё какая-то платина. Наверное, хорошо, только мне так не повезло. На такое количество лет. Тебя, наверное, другое что-то про это знаю. 22 года мне повезло, мы так пробыли, а потом, ну, разъехавшись, разъехавшись, ну и что? Второй раз судьбу испытывать? Зачем? Чё? В смысле, какой? Что тут всё работает отец, и на нём ребёнок висит. Чё может быть лучше? Отец не счёт его сюда, в жизнь. Мама, мать всё вынесла, всё понятно. Она женщина, она чудесный, наверное, человек. Всё. Всё равно лучше воспитатель мужчины. Так было всегда, и так по-настоящему должно быть. Ну вот, вроде обо всём и поговорили. О профессии, о детях, о любви. Да, ещё один традиционный вопрос напоследок. О будущем. Каким оно видится вам? Я очень люблю братьев Стругацких. И в научной фантастики про это, про всё было сказано. И было там, в научной фантастики, всё знаю, было два пути. Ну, вспомнил эти романы, которые кончались вообще. А пока вообще, что там вообще вот это, вообще вот. И снова ни жратвы нам, ни шнапсу заки крикнули, и ринулись вперёд. И были же другие фантастические романы. Когда была наука впереди, всё было красиво, люди все знали, как жить. Правильно? Почему-то на данном этапе мы видим, взвернуть маленькую вот на эту тропу. К разрушению. И когда-то одумаемся мы все. И, может быть, перейдут этими выборами. И, может быть, мы свернём вот на тот путь. То есть это ведь по спирали? Ну, не по спирали, ну как. Да, спираль, да, всё, всё, закончится. Содом и Гамора, разврат, кончится. Это ещё картина. Всё было именно так. С ним вот детей резали. Что сейчас деньги делают? То самое. Что, ну, кто-то как-то где-то останется? А куда денемся мы? Или земля взорвётся. Может быть, пришельцы прилетят. Я не знаю, как думать, что земля. Я думаю, что человечество перейдёт всё-таки на тот путь. И вообще всему это будет тогда, знаешь, как будет красиво. А знаешь, какая будет жизнь, если пойдёт всё другим потём? А ведь была намётка. Уже это, вот были когда Олимпийские игры в Корее. Человек прогорел, он там, что-то, не знаю, 36 миллиардов, по-моему, потратил. Он сам лично на свои деньги устроил вот это вот всё. И весь мир был и рад. Смотришь, как я была красивая, ребят? Он прогорел в дым, всё. Ну, человечество было радо. Вот он пытался в тот путь свернуть. Туда, опять же, вот на эти две фантастические. Фантастеры всё предсказывают, чёрт. Классные же ребята. Свернём, мы всё равно туда надоезжали. И будет вот так. Музыка. 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 Продолжение следует...